Всем привет! Это «Взял мяч» и с вами Дмитрий Сидоренко. Третья игра серии Денвер-Миннесота. Важнейший матч в истории Тимбервулс и матч жизни для Наггетс. Посмотрим, что из этого вышло. Я лишь напомню, что наши друзья из Винлайн предлагают каждому новому пользователю приветственный бонус в размере 3000 рублей. ...момент и пропустить второй матч. Но Миннесота показала убийственную игру в защите, в том числе пройка года. Но пока его уничтожают и его размеры не состоятельны против атаки Миннесоты. А это Энтмен. Энтони Эдвардс и сразу же на него стягиваются двое, в том числе Аарон Гордон, но бросают Карла Энтони Таунса. Мы прекрасно понимаем, что не настолько ему плевать на все эти награды. И, конечно, он неоднократно говорил, что это его наследие. Это отличный кат от Аарона Гордона. Ее время не теряют на старте атаки. Два заслона Мюррея, экстра пас на Портера, и тот попадает с Мат Дэниелса. А вот, конечно, размен на Таунса он должен использовать. И здесь Таунс пытается ответить. Два из двух у кэтчем. И, конечно, Денвер очень много был недоволен по этому поводу. И технический Аарон Гордон получил за то, что сузить один в один и не забивает. Хотя он сильно улучшил в этом свою игру. Портер, слоу-мо, атака и блокшот от Миннесоты. Ну, а это блокшот от Энтони Эдвардса. Нечто подобное мы видели и в предыдущем матче этим пользоваться. С первых минут стараются Краску атаковать. Эдвардс экстра пас на Руди Габбера, и тот вколачивает сверху 12-12. Угол, и здесь промок. Еще один подбор, и Майкл Портер залетает здесь. Особенно не удалось Конли. Портер пролетел мимо. Конли, флоутер. Немного дриблинга и заслон от Йокича. Джамал Мюррей со средней. Есть два у Мюррея. Матча два во второй. И вообще меньше 30% реализует из-за дуги. Последний из них в 2021 году был. Это Клиперс-Даллас. Клиперс тогда проиграли первые три матча у себя дома за Денвером. Да, но тут изначально... Здесь проход. И еще один подбор за Миннесотой. За Денвером, конечно. Подобранных мячей и спровоцированных потерь тоже нет. В отличие от предыдущего, например, матча. Никил, еще одна трешка. Там Холидей поставил заслон. Пошло движение по дуге до Холидея. Наверняка нужно было мяч доводить. Нет, в итоге Мюррей уходит на дриблинг. Раскачал Таунса. И снова через Таунса Мюррей завалит. И проигрывает. Нет фола. Трибуны недовольны. А Джамал Мюррей новую атаку уже развивает. Холидея из угла. Есть три. Он забил четыре. Стоится у Денвера в игре. Энтони Эдвардс. Проходит легко Рэджи Джексона. И два в проходе от Эдвардса. Ждал заслон от Йокича. Йокич пойдет на еще один заслон. Нет, рано Рэджи отдает мяч. Йокич разворачивается от Эндерсона. С 8.20. Первую атаку Миннесота не реализует в этой четверти. Джамал проходит и сбрасывает в угол. Джастин Холидей пока. Три-четыре прохода уже таких было, которые практически завершены были по исполнению. Но вот мяч в кольцо не заходил. Джамал через заслон. Еще три. 34.20. Ну и вот что делает Джамал Мюррей. Снова не переставил и уже вынужден был тянуться к Мюррею. Сам Таунс пытается отвесить еще одна трешка Таунса. Вот ему уже плевать. Показывал, что его бил по руке сзади Кайл Эндерсон. КСП. Сосредний атакует через половину этого матча. Ну, они вообще не славятся большой какой-то дальнобойной артиллерией. Но если не получается, Джамал Мюррей отрезали одного защитника. И Браун совершенно один под кольцом. Никил избегает заслона. Вот здесь уже размен произошел. И Мюррей реверсом завершает. Залетают в этот матч. Выигрывают первую четверть. Во второй продолжают то, с чего начали. Реверс способен законтрить и предложить нечто подобное, что они сами сделали в прошлом матче. Хорошее движение на Кристиана Брауна. И тот открытую трешку. За двумя спинами был Габер. Но остается владение у Миннесоты. Конли проходит под кольцом. Габер освобождают эту сторону для Йокича. Рид выбивает мяч. И Эдвардс не спешит пока. Эдвардс Евростеп заходит в краску. И плюс два. Ну, где-то убыло, где-то прибыло. Браун попал к ССП. Открытую трешку не реализовал. А это Конли. И на двадцатку отпустили Денвер. Но вот пара неплохих защит. Они все еще... Майкл Портер проходит в краску. Который сегодня гораздо активнее у Денвера. Никола Йокич притормозил на штрафной. И забил по высочин. Эдвардс выходит на помощь. Остается перед Мюрреем. Назрид перестраивается. И Мюррей забивает. И Лейкерс в определенных сегментах игры. Не на постоянке. Он вернулся. Еще одна потеря у Миннесоты. А, вот оно что. Они смотрели, от кого мяч ушел. Мяч останется у Миннесоты, потому что он ушел от пятки Кристиана Брау. В этой серии. Это не Эдвардс. Хороший кат от Никила. В том числе и Маклоплина. Вот тут бы на правую сторону мяч довести. Там Мюррей совсем один. Ба-бах. Три. Просит он поддержать хоть кого-то. Взять Наза Рида. Но Рида пропускают в краску. Скидка на Таунса. Таунс сегодня не ошибается на дальних бросках. Пять секунд остается. Двое перед ним. Назрид из угла. Возняка дал. И половина заканчивается. И Йокич в угол. Ставит заслон Никола. Майк Конли рядом. Все-таки дополнительный заслон от Гордона сработал. И еще два. Активировать уже такого Мюррея, который был первые минуты. Ему тоже нужен отдых. Энтони Эдвардс. Дальние три. Проходит заслон. Остается перед Мюрреем. Мюррей. Будет атаковать Макдэнилса. Сегодня все прет у Мюррея. И тут тратится. Конли выходит направо. КСП перешел туда под Конли. И тот в проходе. Проходить КСП, как это было в прошлом матче. Хотя там он первым Йокича проходил в своих отрывах. Еще одна трешка Гордона. Таунс. Габер бросит мяч. Таунс отлично разобрался через двоих. И Руди. Кенролл Йокича и Джамала продолжает создавать атаку Денвера. Гордона забывают в углу. Он ведь две уже залил. Ну вы чего? Третья пошла. Гордон сохраняет мяч. Очередная потеря Миннесоты. Их немного, но больше, чем у Денвера. Денвер дорожит мячом. И Денвер реализует свои отрывы. Конли с Габером обыгрался. И ката от Макдэйнелса. Плюс 23. У Денвера Энтони Эдвардс. Он в том числе нужен сейчас. И вот он сложную три попадает. Зло таких бросков много сегодня, кстати, от Миннесоты не зашло. Энтони Эдвардс через Джамала. Есть еще два от Эдвардс. Йокич протащил через всю площадку. И на хорошей, красивой паузе. Открывает правую сторону. Эдвардс туда не пойдет. Идет под левую. Эдвардс. Тяжелый проход левой рукой. Тролирует и хладнокровно пока вполне доводит матч до победы. Да, еще может быть рано говорить. Но вот Йокич, Джамал Мюррей. И Йокич уходит в свою точку. Вау, Мюррей за ногой. Назарида мяч проводит с сжиганием времени даже в третьей четверти. Йокич навес на Арна Гордона впервые. Но здесь теряет. Кайло Андерсон. Назрит. Быстрое три. Залетает от Наза. Никола Йокич ставит заслон для Мюррия. Назрит поздно выходит. Экстра пас. Классное дополнительное движение мяча. И Йокич тут просто не мог промазать. И все через вот эти высокие заслоны Йокича. Йокич теперь сам атакует. В третьей четверти. Но, видимо, один кому-то другому передали опять. Рэдж Джексон. 93.64. Плюс 29. Скайл Андерсон под сирену. Никил пытается сгрызть Джамала. Тот выходит из-под Александра Уокера. И со средней. 2-4 с Андерсоном на двоих у них. За последние два захода. Кристиан Браун тут быстро под давлением мяч доставляет. Портер сразу три. На преимущество за 25 очков. Реализует 60% против лучшей защиты лиги. Против защиты Тимбервулс. Вау, Йокич. Его пластика. Пластилиновая пластика Йокича. Йокич. Йокич. Грэй. Даже не собирался просить передачу. Габер просил, но Эдвардс мяч потерял. Джамал сверху! Синьи жалуются или готовность прессингует. Джамал Мюррей сбрасывает в угол на Портера. И Портер... Кэсси Пим на Йокича. Завалился мяч. Ой, тут Кайл Андерсон еще психанул. Они хотели фолл Йокичу за это движение. Помогают, влияют игроки, которые не попадают в ротацию. Все эти люди важны. Андер Тайсон. Новичок с этого драфта. С второго раунда. Люка Гарзу напирает в это мусорное время. Рэджи Джексон. О, какой данк от Рэджи. 12-90 итоговый счет. Это был взял мяч. С вами на протяжении всей игры был Дмитрий Сидоренко. Очень надеюсь, что помог вам получить удовольствие. Или хотя бы не помешал это сделать в сегодняшнем баскетболе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.